У нас с докладом о поисках архива Павла Муратова выступит наш коллега, доцент школы исторических наук Андрей Александрович Усеров. Обычный наш регламент это примерно 40, но обычно максимум 50 минут для докладчика, у которого, как я понимаю, будет презентация. И после этого пойдут вопросы. И в целом наш формат работы около полутора-двух часов. Но думаю, что даже сегодняшний для многих жаркий день мы сможем этот формат уже ближе к вечеру выдержать. И надеемся, что ни техника, ни прочие обстоятельства самого разного порядка нас не подведут. И мы много узнаем не только о сегодняшнем герое, но и о том, что случилось с его бумагами уже после его смерти. Большое спасибо Андрею Александровичу, который предложил эту замечательную тему. И я с радостью предоставляю ему слово. Благодарю, спасибо большое, Александр Николаевич. Меня слышно? Все в порядке? Да. Спасибо. Очень рад видеть свою широкую аудиторию. Самого разного, как я знаю, самого разного свойства. Некоторых я вижу впервые именно здесь, через экран. Но надеюсь, когда-нибудь познакомиться по-настоящему. Хотя уже сегодня не уверен, что значит по-настоящему. И так, я начну, могу, конечно, со слайдов. Но начало будет теоретического свойства. Все-таки это институт гуманитарных историко-теоретических исследований, так ведь? Поэтому я должен начать с теоретического вопроса. Так, вот минуту. Я правильно делаю. Сейчас вы видите картинку, так? Но вы видите, вот так вы увидите ее всю. Верно? Да, вот так вот. Правильно, верно? Да, да. Так. Ну, пусть будет. Сразу раскрываю часть тайн. История пойдет вокруг этой усадьбы, которую вы сейчас видите, сфотографированная мною в октябре 2016 года. А теперь теоретическое видение, которое, мне кажется, здесь необходимо. Мы не разрабатываем прививки от коронавируса. И нам нужно объяснять, чем мы занимаемся. И, как мне кажется, слов Соболевского с такой симпатией передано Гаспаровым. Вот так, кстати, помните, да, про Германию, что, видимо, он занимался, написал трактат Германии, потому что ему было интересно. Я боюсь, что этого сейчас не достаёт. Итак, почему вообще нужно заниматься такими, давайте назовём их микросюжетами? И так вышло, что я сейчас, второй семестр этого года, записывал большой-большой курс на Курсере, извините за тавтологию, в котором представлено в 12, правда, больших лекциях, вся история человечества, правда, с вниманием особым к Европе, к европейскому миру, с 15 века до Первой мировой войны. Так что я одновременно, получается, делал попытки и больших обобщений, и вот расследовал такое, по сути, детективное дело. И мне кажется, большие обобщения, безусловно, нужны, и это важно, и я даже об этом статью в своё время написал. И, кстати, завтра Александр Николаевич будет участвовать в нашем круглом столе на конференции, которая должна была бы быть в Минске, но будет через интернет, где мы это будем обсуждать. Почему же нужен малый масштаб? И здесь есть что? Первое. Через личность мы видим большие процессы. То, что все знают через анналы, все помнят, что говорил Гуревич о норвежских крестьянах раннего Средневековья, то, что у нас называют исторической антропологией, то, что в последнее время называют субъективностью. Да, помните, Гуревич пишет, что сначала он, как марксист, пытался понять происхождение феодализма, позднее, а потом пытается понять крестьян тех самых, которые вошли в эти отношения, которые мы можем называть феодальными. Это пункт первый. Пункт второй. Вот эта микроистория, Карла Гитцбург, то, как он об этом пишет. И он, и не только он, обращают внимание на сложность и трудность вот этого индуктивного перехода к обобщению. Да, вот это самая большая и трудность, и сложность. Почему через личность мы видим большое? Почему мы имеем право сделать такое обобщение? Здесь мы будем говорить о детях прекрасной эпохи, начала 20-го столетия. И, может быть, мы увидим что-то, что поможет нам понять, как началось это коллективное самоубийство, которым стала первая половина 20-го века, безусловно, для европейского мира, но и шире для мира евроазиатского. Мы будем говорить о людях, которые прожили жизнь в совсем другом мире, порожденном Первой мировой войной и русской революцией. Мире, который в чем-то они сами создавали, а в чем-то просто оказались в него поставлены, подобно Гансу Касторпу из Волшебной горы. Крочи и Каллингут тоже вспоминаются, когда говоришь о такого рода исторической антропологии. Каллингут, в общем, ходил рядом, по близким дорогам. Это первый пункт, как я пытаюсь оправдать, почему я этим занимаюсь. А второй пункт для меня важнее. Самый основной и простой. Что создано человеком, не должно погибнуть. Может быть, кроме некоторых архитектурных сооружений последних 50-60 лет, созданных в эпоху технической воспроизводимости, то, что создал человек, не должно погибнуть. И, наверное, многие читали статью Павла Юрьевича Уварова, где он цитирует Федорова, помните, апокатастосис, всемирное воскрешение. В каком-то смысле это тоже задача историка. И этот апокатастосис у Павла Юрьевича Уварова подразумевает и первый пункт, и второй пункт. И понимание большого через малое, и просто необходимость все сохранить. Теперь было первое римское. Теперь второе римское. И я бы про это не говорил, но мне кажется, нужно объяснить, почему я этим занимаюсь. Почему именно я этим занимаюсь. То есть я не хочу, чтобы это выглядело так, знаете, несколько, ну как, своего рода эгоцентризм сегодня принятый. Но просто нужно объяснить. Очень просто. Я давно, с студенческих времен, одновременно с занятиями новой истории, занимался новой историей, всемирной новой историей, занимался историей старообрядчества. И в связи со старообрядчеством меня заинтересовало в свое время история Ирландии, потому что, смотрите, что похоже, в эпоху раннего нового времени, вот той самой конфессионализации, о которой пишет Гейнс Шиллинг, выбор. И это был выбор, духовный выбор веры, определил судьбу, в нашем случае, этой общины старообрядческой, которая у нас еще возникнет в рассказе. А в случае Ирландии целой страны вплоть до 90-х годов 20-го столетия. Ирландия отличается от Шотландии близкой, Ирландия отличается от Англии, от Уэльса. Вот потому, что в определенное время они остались, так сказать, на старом обряде. И в свое время я даже написал первый путеводитель по Ирландии, оригинальный путеводитель на русском языке, то есть написанный из России и на русском языке для издательства «Вокруг света». И тогда я начал собирать, говоря старым языком 18-го века, анекдоты из истории русско-ирландских связей. То, чем уже куда серьезнее, куда глубже занимается в последние годы Анна, извините, я не знаю вашего отчества, вернее, я не посмотрел ваше отчество, Анна Быкова, создатель в том числе и группы в Фейсбуке, посвященной русскому наследию, в первую очередь белому наследию в Ирландии. Теперь я перехожу к основной части. Я начал искать архив Муратова примерно в 2009 году, когда вот я, написав путеводитель, стал собирать эти истории, но искал медленно и с большими-большими перерывами. Я ускорил свои поиски в последние два года, потому что, ну, во-первых, все-таки говоря языком Соболевского интересно, а самое главное, что люди уходят. И, возможно, действительно, ну, один пример скончался Антон Манго, брат того самого Андрея Манго и Кирилла Манго, историков, историка византиниста, историка Турции современной. Антон Манго – легендарный синхронист-переводчик в ООН, который был секретарем главного героя наравне с Муратовым в нашей истории. То есть, вот кто-то, кто мог бы успеть что-то рассказать, может и не дожить до того, когда я задам вопросы. Поэтому я ускорил свои поиски. Но кто занимался до меня Муратовым и поиском архива Муратова? В первую очередь, конечно, Юрий Павлович Соловьев, зачетивший диссертацию в 98-м году в Литинституте, брянский филолог, краевед, историк, издавший работы Муратова, единственный издавший общественно-политические работы Муратова в 2000-м году. Книжка, кстати, редкая, на всех сайтах, во всех этих букинистических программах, сайтах-агрегаторах. Дорого очень стоит всегда, и он, видимо, нужно переиздавать уже по-новому. Юрий Павлович Соловьев. Юрий Павлович Соловьев в 90-е годы, когда писал диссертацию о Муратове, очень много что узнал. Очень глубоко проник, не посещая ни Францию, ни Италию, ни уж тем более Ирландию, о которой вообще тогда никто не знал, почти никто не знал. Но он просмотрел всю периодику эмигрантскую, русскую мысль. Он нашел некролог, который написала Вера Максимовна Астоя, которой, мы будем говорить, сестра Натальи Максимовны Косовской, которая еще одна героиня нашей истории. Он много нашел, то есть до всякого интернета очень много нашел, затем не возвращался к занятию Муратовым. Патриция де Отто из Триеста, из Триестского университета составила библиографию муратовскую, которая была опубликована в сборнике под редакцией Михаила Григорьевича Талалая, которая, как Александр Николаевич говорил, даже, возможно, среди нас и присутствует. Не все же с лицами, не всех я вижу сейчас. Патриция де Отто занималась и, возможно, была и вот в этой усадьбе, которую я вам сейчас показываю, сфотографирована здесь уже к вечеру мною. И, разумеется, Ксения Михайловна Муратова. Вы знаете, внучатая племянница Павла Павловича Муратова, искусствовед, автор известной книги о бестиариях средневековых, которая родилась-то у нас из той части Муратовых, которые остались в Советском Союзе, а потом она уже уехала в 70-е годы, очень рано, и много-много Муратовым занималась, создала центр муратовский, международный, вместе с итальянским мизантинистом Валентину Патча. Она очень много сделала, но не все. И вот, например, была выставка в 2008 году «Возвращение Муратова», очень хорошая выставка, и там есть в том числе слова о неосуществленных работах Павла Павловича Муратова. Но вот из этой страницы я понял, что и Ксения Михайловна тоже, как это, знала не все. Но я так с ней не успел встретиться. Я не уверен, что ей понравились мои студии. Ну, не знаю. По крайней мере, не знаю. Ничего уже говорить нельзя. Ксении Михайловны тоже с нами уже нет. Ксения Михайловна была на могиле Муратова, то есть тоже разыскала могилу Муратова в 1980 году и вернулась туда в 2008 году. Это видно из ее публикации в журнале «Наше наследие» в 2014 году. Возможно, была на этой могиле Патриция де Отто, а может быть и нет, потому что очень путанно рассказывают нынешние владельцы усадьбы о том вообще, что они знают, что они не знают. Вот я был осенью 2016 года, и Анна Быкова, еще раз извините, что я ваше отчество не знаю, была в 2019 году и вообще составила статью, написала статью, где рассказала про эту позднюю страницу жизни Муратова. Итак, ну теперь к уже, собственно, моей работе. Вот это усадьба. Как я узнал? Я узнал через книгу о русско-итальянских связях. Там с ошибкой было написано даже название усадьбы. Потом я это как-то разыскал, понял. Итак, это имение White Church, Белая церковь. В графстве Waterford это от Дублина на юг, не так далеко от моря, но еще раз не то чтобы у моря, по-ирландским меркам не так и близко. То есть это Южная Ирландия. Вообще сейчас есть хорошая автодорога, и в 2016 году я воспользовался приглашением Дублинского университета, ну вернее Дублинского университетского колледжа преподавать. И я взял машину на прокат и туда приехал. Сейчас есть хорошая дорога, а вообще еще 10 лет назад, 15 лет назад, это несколько часов тяжелого пути по узеньким каким-то улочкам, которые могут быть в пробках. Про это рассказывал, например, Антон Манго своей дочери, когда его спрашивали, а что же, вот вы помните, о Парландии в 50-е годы. Антон Манго, вот я уже это имя упоминал, из той самой семьи Манго, Кирилл Андрей Манго, выросший в Стамбуле, полурусские, полуитальянцы, полугреки. Ну все знают Кирилла Манго, видимо, Антона Манго меньше знают, вот этого знаменитого переводческого синхрониста. Вот он был секретарем в этой усадьбе, но вот он рассказывал, как вот там подождливым дорогам плохим, они тут из Дублина переезжали сюда. Все, что он успел рассказать своим детям, которых я нашел. А вот уже самого его нет в живых. Итак, это глушь, это глушь, и я туда приехал, я начал разговаривать с местными, как-то, в общем, пытался понять, что там происходит, в деревне люди какие-то ходят, может быть, они не очень-то ходят, но пытался, как вот, знаете, полевой этнограф найти концы, и, ну, многое нашел, собственно, я попал в эту усадьбу. Она в стороне от городка, ну, деревни по-нашему, и это англо-ирландская усадьба, которой, конечно, местное ирландское население никогда много не знало, начиная с 1737 года, когда усадьба была построена. Это другие люди, и это даже до сих пор чувствовалось. История этой усадьбы – это история Ирландии. Это классическая англо-ирландская, видите, неоклассицизм 18 века, Георгианская усадьба. В 1949 году ее покупает Уильям Эдвард Дэвид Аллен, о котором мы будем сейчас говорить. Павел Павлович Муратов сюда переезжает также в 1949 году и, собственно, живет последний год своей жизни, успевает тут жить, оставляет все свое наследство, которое я ищу, которое пока не находится до конца. И, тем не менее, Муратов был гость, а вот главный хозяин был Уильям Эдвард Дэвид Аллен, очень яркая личность, о которой я сейчас буду говорить, и его супруга Наталья Максимовна Косовская. Вот как раз сестра Натальи Максимовны, Вера Максимовна Косовская-остоя, которая потом была хранителем в Метрополитен-музее средневекового искусства, вот она написала большой некролог о Муратове в русской мысли, и там единственное место, где сказано про его ирландскую страницу жизни. Ну и сам Аллен тоже написал некролог, там тоже немножко есть. Так вот, после кончины Аллена, такого богатого англо-ирландца из Белфаста, осенью 1973 года, усадьба была целиком распродана, включая холодильники, то есть все искусство, которое там было, картины, рисунки, репина, иконы, все было распродано, холодильники были распроданы, а затем местные такие микроолигархи купили эту усадьбу, там была гостиница-дискотека. Собственно говоря, давайте я покажу сверху, вот так это выглядит. Это усадьба, это места очень красивые, это Южная Ирландия, и Ксения Михайловна Муратова сказала, что вот когда я наконец-то доехала до этого места в 80-м году, я поняла, что Павел Павлович, дядя Патя, умер не в глуши, а в местах, которые напоминали его родную Тоскану. Ну, уж не знаю, кому что напоминает, но климат мягкий. Так вот, вернемся назад. Муратов успел разбить сад по науке в духе 18-го столетия. Наконец-то у него был дом своего рода, хотя не его, но все-таки. И вот на месте этого сада, как я определил, была летняя дискотека, игравшая важную демографическую функцию, потому что, собственно, все деревенские люди, скажем так, примерно от 78-го года рождения и до 90-го года примерно рождения родились, потому что их родители познакомились на этой дискотеке. Так что сада нету. А потом вообще где-то с 85-го года усадьба пустовала, и, в общем, там все было разбомблено и раздолбанно, и это такая, ну, почти, к сожалению, ну, не нам рассказывать, как бывает, что происходит с усадьбой. К сожалению, вот мы-то в России лучше знаем. В 90-м году купил разбогатевший ирландец, это уже Новая Ирландия, Кевин Леневилл, даже расскажу хоть эту в сторону, разбогатевший на электронных табло для автобусных станций, остановок. То есть это Новая Ирландия, Кельтский тигр, который богатеет на электронике. А он простой парень, который вот разбогател и хотел заниматься лошадьми, потому что вот чем еще вот богатый человек может заниматься, выращивать лошадей. Но вот к нему, вот к лошадям, к этим всем красивым местам прилагалась еще усадьба памятника архитектуры, которую ему пришлось реставрировать. Ну, довольно, кстати, новодельно это выглядит изнутри. Он узнал и про Кима Филби, который в этой усадьбе, я расскажу, полгода или, видимо, восемь месяцев жил. И про какие-то другие имена он узнал, все перепутал. Я ему многое рассказал, он еще дважды перепутал. Когда эту усадьбу продавал, вот он решил, что он уже состарился и дети не будут там жить. И осенью 2020 года за миллион 300 тысяч евро усадьба кому-то была продана. Была даже, у нас такой разговор был с дублинскими историками. Вот миллион 300 был бы, можно было бы устроить центр русской культуры. Хотя, мне кажется, миллион 300 евро, 300 тысяч евро лучше было бы использовать на реставрацию где-нибудь у нас что-нибудь, чего-нибудь дома. Но, тем не менее, вот эта усадьба, еще раз говорю, где последний год жизни, даже два даже, прожил Павел Павлович Муратов. Вот она сверху. А вот человек, у которого Муратов жил, Вильям Эдвард Дэвид Аллен, родился в 1901 году, скончался в 1973 году. Это из материала британской разведки. За ним следили. Это вырезка из газеты, из бульварной газеты. Почему за ним следили? Потому что, и сейчас я расскажу о том, кем был Вильям Эдвард Дэвид Аллен. Ну, времени немного, поэтому очень кратко расскажу. Итак, он из Белфаста. Он родился в Белфасте. Это очень богатая семья, разбогатевшая на... Интересно. Итак, он родился в первом году в богатой семье, разбогатевшей на печати, типографское дело, театральных афиш. Вот это интересно. Вот печати театральных афиш было достаточно, чтобы стать очень богатым человеком. Они и театрами занимались, и антрепризой. И вот это была очень богатая семья. Он учился в Итоне. Почти был оттуда изгнан за такую совершенно английскую шутку над учителем. И вообще, когда ты про это читаешь, ну, вот такие вот... Питер Пен, вот это все там рядом происходило. Вот такая вот аристократическая английская жизнь начала 20-го столетия. Он не учился в университете, но в Итоне учил турецкий и русский. Насколько он выучил русский, мне до конца непонятно. По крайней мере, его уже в 70... Ну, в 71-м году его переводили в Грузию во время банкетов. Мы к этому подойдем. В советской Грузии его переводили. Не знаю, насколько он знал русский язык, но читал, безусловно. Турецкий тоже знал, не знаю, насколько глубоко. Грузинский, видимо, учил. Но грузинский очень трудно выучить. Хорошо. Это очень трудное язык для изучения. Вот таким он был. В 18 лет он издает свою первую книгу о Турции в Европе. То есть, вот, происхождение Османской империи и ее присутствует в Европе. Но эта книга, может быть, не шедевр, но ему 18 лет было. И, кстати, Тойнби тот самый способствовал ее изданию, помогал даже. Была переписка определенная. Затем он едет в Турцию, и он был свидетелем обмена населением с одной стороны греческо-турецкого, когда греки покидали Турцию, той войны, и он был свидетелем Врангелевского исхода. Вот, кстати, благодаря Анне Быковой мы узнали, что сын барона Врангеля оказывается тоже жил и умер в Ирландии, и в Ирландии похоронен. Так вот, два потока и молодой Борчук, давайте так скажем, начинает покупать иконы. Там рядом был Дэвид Телбот Райс, другой, знаете, знаменитый английский византинист, и, кстати, полковник разведки в годы Второй мировой войны, как и его супруга Тамара Абельсон Райс, дочь богатого еврейского банкира петербургского. Они в соавторстве, вы знаете, работали. Те из нашей аудитории, кто занимается историей византийского искусства, Дэвид и Тамара Телбот Райса. Вот там они познакомились, но у Дэвида и Тамары Телбот Райсов не было никаких денег, а у Алина были деньги, и он покупал иконы. А устное свидетельство существует, что он из Турции еще успел поехать к нам на гражданскую войну. Он рассказывал единственному человеку, который его помнит, которого я нашел, поэту ирландскому Томасу Маккарти, 17-летнему сыну почтальона, которого стихотворение опубликовали в местной газете, и этот самый состарившийся Уильям Эдвард Дэвид Аллен увидел это стихотворение и позвал его в свою роскошную усадьбу, и звал с тех пор постоянно, но тут, правда, и скончался. И именно через вот этого пожилого покровителя стихотворения молодого парня были опубликованы в главной ирландской газете Irish Times, потому что владелец Irish Times был тоже другом Алина, разумеется. Так вот, со слов этого английского, ирландского, прошу прощения, поэта Томаса Маккарти, Алин рассказывал, что был на нашей войне с белыми в Одессе. Это же, ну, да, уже написан Вертер, помните, да, Катаева, поздняя повесть, самая страшная, да, что было. И со слов, со слов Алина, вот казаки там дрались отчаянно, вот такое есть свидетельство устное. Есть еще другое устное свидетельство, что он вроде как в Грузии был с гражданской войной, то есть видел Грузинскую народную республику, демократическую, не знаю. Это, еще раз говорю, остается в устных, не подтвержденных архивными материалами свидетельствах. Затем он едет в Марокко, там, помните, тоже война берберов за независимость, он оттуда служит корреспондентом Морнинг-Пост, затем возвращается в родную Ирландию, в северную Ирландию, которая осталась в Великобритании, был избран депутатом парламента и стоял, конечно, на твердых унионистских позициях. 29-31 год от Фермана он был избран и не то, чтобы особенно ярко себя проявил. А сейчас начинается самая интересная часть истории и я сейчас скажу то, что должен был сказать раньше, сейчас же 22 июня и в общем мой рассказ будет о людях, которые в конечном итоге победу приближали. Вот в конечном итоге победу приближали и были, да, сражались с нами в конечном итоге. Сейчас мы к этому подойдем. Так вот, он после своей парламентской жизни не был переизбран и тут увлекается британским фашизмом. Вы знаете, был Освальд Мосли, был Британский Союз Фашистов. Он становится правой рукой Британскому Союзу Фашистов. Под псевдонимом написал такой манифест Британского Союза Фашистов про фашизм в Британии. И вот это вот существует. Мир. Более того, через этого Алина Муссолини помогал финансово Британскому Союзу Фашистов. Это все рассекреченные бумаги уже сейчас. То есть через фирмы Алина шли финансовые, как бы сейчас сказали, проводки. А сам Освальд Мосли говорил, что своему сыну, уже когда все закончилось, что он понимал, что Алина агент британской разведки. Что он крот, причем там разные говорят, ими пять, ими шесть, и разные названия. Не ссылаясь, приводят авторы. То есть нету архивного доказательства, что Алин был связан с британской разведкой вплоть до Второй мировой войны. Мы не знаем. Алин был на свадьбе в Мосли с одной из Митфорд, из леди Митфорд, которая состояла в присутствии Гитлера в гостиной Геббельса. Вот такие вещи. И он путешествовал в Германию вот так. В каком статусе? Еще раз говорю, мы все не знаем. У него была первая жена, была дочь от первого брака 25-го года рождения, чьи дочери знают про своего деда, но как-то не получается мне пока их найти. Хотя вот я делаю попытки. хранитель фонда Аллена икон в галерее национальной ирландской одну из дочерей знает, но почему-то мне не рассказывает и телефоном не делится. так, давайте я покажу вам все-таки церковь, где Муратова отпевали неожиданным образом. Давайте сделаем такой перерыв небольшой. Церковь в Алиномиле. католический священник отпевал. Кстати, потом этот священник был назначен в деревню, откуда родом были предки Рональда Рейгана, и когда Рональд Рейган приехал в Ирландию, этого священника ему показали. Так этот священник вошел в мировую прессу. А вот это поиск мой могилы Муратова на кладбище в Балинамиле. Вот этот парень-то, кстати, и нашел местный. Видно, что я показываю, не видно, ну то есть я бы тоже нашел, но в итоге он первый увидел. И вот собственно могила Павла Павловича Муратова. Похоже, что она вот так и находится с 50-го года, без изменений. Немножко, может быть, сидят, чуть-чуть. Андрей, можно экран вернуть в церковь? А, вот я же вижу, что что-то здесь не так. Да, вот. А то мы видим. Вот церковь, вот, собственно, разговор с местными жителями, вот могила Павла Павловича Муратова. Цветов там не купишь, понимаете, деревни там нет, я бы купил цветы, понимаете. Вот могила в углу. Есть даже байка местная, что в углу, потому что там был навес для велосипедов, и когда искали место для некатолика, вот только в углу и сделали погребение. Но мне кажется, это поздняя байка. Вот в углу он погребен, вот Павла Муратов здесь, годы жизни. А вот это больница иезуитская, нет, не иезуитская, извините, но церковная, где скончался наш Ален в 73-м году. и непонятно, куда ушло его наследие, о чем я уже сейчас буду говорить. Вот это сейчас это Министерство транспорта, туризма и спорта в Дублине. А вот вторая жена Алена, с которой у него детей, впрочем, не было. Итак, такой был у меня в сторону отступления. Итак, Ален в середине 30-х годов деятель Британского союза фашистов и одновременно поддерживает грузинскую политическую миграцию. Именно Ален начал издавать журнал Георгика, первый журнал про первый картвиловеческий журнал в Англии. Секретарем журнала был Андро Бугушвили, известный историк, сравнительно известный грузинский историк, выпускник Кутаи, по-моему, из Кутаи Сиродом, не помню, в каком университете он учился в Германии, но он оказался еще до революции за границей, он учился в Германии. Андро Бугушвили жил просто в доме у Алена, вернее, в доме, который Ален принадлежал в Лондоне. Он знал мир грузинской политической миграции. Украинская политическая миграция, собственно, люди вокруг Гетмана Скоропадского и, в первую очередь, Крастовец, такой его секретарь, считали, что Андро Бугушвили связан с ОГПУ, что он агент советской разведки, но, как считали сами британские контрразведчики, вокруг Скоропадского вообще люди сумасшедшие, и они всех подозревают, и верить им нет смысла. Но, несмотря на это, за Гугушвили тоже была установлена слежка. Ну, как, собственно, и за Аленом, как за деятелем Британского союза фашистов. Есть даже такое мнение в историографии британского фашизма, что британская контрразведка переоценила угрозу фашизма в Британии, и вроде как слишком много сил было потрачено на внутреннюю борьбу. Хотя борьбы-то и не было, просто следили за многими, и в последние несколько лет эти документы стали рассекречивать и в том числе даже в отсканированном виде выкладывать на сайте архива британского, чем я, как вы уже поняли, пользуюсь. Итак, у нас одна картина. Вот такой борчук богатый, купивший много икон и сторонник британского фашизма. В таком муссолиневском духе обновления национального необходимости радикальных реформ социально-экономических, политических и главных государственно-конституционных в обветшавшей системе, созданной еще в 18-м столетии, не дающей возможности сохранить то самое лидерство, которым Британия владела вплоть до начала 20-го столетия. Вот такой у нас человек. Теперь Муратов выходит на сцену. Наверное, те, кто в этой аудитории занимаются историей искусства, знают про знаменитую выставку русских икон, которая прошла в Лондоне в 1929 году, по-моему, или 1930-м. Ее сопровождал Павел Юкин, трагическая фигура, человек измстеры, иконописец, реставратор, который сначала был свидетелем уничтожения всего того наследия, которое он должен был хранить и приумножать, а затем что-то удавалось реставрировать, потом он вместе с Анисимовым был отправлен на Соловки, а потом была Вторая мировая война, и уже не большевики уничтожали церкви, а уже немцы уничтожали церкви. Юкин успел начать реставрацию Великого Новгорода в 1945 году. Вот он один из первых, кто приехал в освобожденный Новгород, реставрировать, видеть вообще. Он даже уже реставрацию начал Великого Новгорода. Так вот, Павел Юкин, его еще на Соловки не сослали, вот перед Соловками он как раз сопровождал эту выставку, знаменитую выставку русского искусства в Лондоне, икону. Вообще, это все очень необычно, одновременно у нас церкви ломают, а вот иконы вывозят в Лондон. И тогда с Юкиным встретился Аллен и показал ему иконы свои. Они тогда были в Дублине очевидны, в Лондоне даже скорее, чем в Дублине, в Лондоне, конечно, в Лондонском доме, потому что Юкин в Дублине не был, значит, он в Лондоне ему это показал, и там даже есть некоторые заметки Юкиным сделанные в фондах этих икон в Национальной галерее ирландской. Тогда же познакомился Аллен и с Павлом Павловичем Муратовым. Ну, давайте я пойду дальше. Наверное, то, что у меня тут написано про тогдашнюю жену Аллен вы все прочитали. Итак, да. Павел Павлович Муратов в это время, в конце 20-х годов, ну, даже как-то неловко мне читать эти слова, да, ну, вот из книги дочери Иванова Лидии Вячеславовны Ивановой чуть ли не первый, чуть ли не самый первый человек, которого мы встретили в Риме был наш милый, верный, талантливый писатель, друг талантливый писатель Павел Муратов. Патя ходила к Муратову Косовская с двумя молоденькими дочерми Верой и Наташей. Вера это та самая Вера Косовская остоя, которая потом будет хранителем фонде западноевропейского средневекового искусства в Метрополитене. Тогда она, видите, была ярой православной, читала Хомякова и пылко нападала на католиков. А Наташа была грациозная кошечка, очень кокетливая и неожиданная, с выразительными серыми глазами. Она оказалась позже предметом безнадежной роковой и рыцарской страсти Павла Муратов. В камерфурьерском журнале Ходосевича упоминается все время Косовская и Муратов. Только в камерфурьерском журнале в этом издании 2000 года там ошибка. Там Косовскую связывают вот эту женщину, связывают давайте я про нее слайд верну, ее связывают с Абдан Косовским, с белым офицером. Это другая линия, возможно, родственники дальние. Ее отец Максим Ильич Косовский, окончивший Вторую Вильямскую гимназию, собственно, как и Додужинской, был в Москве адвокатом, даже создал в Первой мировой войне добровольческий отряд Красного Креста московских адвокатов. Вот такой даже был отряд, и даже они там получали награды от царя, такое было дело. Жена была из Глухова, Кладия Яковлевна Прубиновская, ее брат был хороший инженер-строитель в Петербурге. Собственно, она была из Глухова, и это объясняет слова Алина на посвящение книге истории Украины Алленовской «Half Украинка, half ангел». Наполовину украинка, наполовину ангел. Вот украинка, это, видимо, из Глухова, хотя, как мы видим по фамилиям, скажем так, наверное, в каком-то большом смысле это все происхождение, скажем так, тех частей Руси, которые попали под влияние Великого княжества Литовского в свое время. Итак, Косовская была замужем за неким Каргановым, и мне удалось через как раз сегодня понять, кто же это был за Карганов, инженер, потом математик даже парижский, делавший адресографы, то есть такие, машинка, которая адрес печатает, то есть арифмометры, адресографы, потом занимался ранними компьютерами. Вот не знаю, когда она за него вышла замуж, но вот скажем так, имя этого Карганова возникает только один раз, когда Косовская подает на британскую визу, и ее спрашивают, откуда у вас деньги для жизни в Англии, она говорит, муж и родители. Родители, почему я про них говорю, после революции оказались в Риге, и Максим Ильич Косовский был видным деятелем русской общины в Риге, главным попечителем русского института университетских знаний, как он назывался, потому что тогда тоже преследовали образование на русском языке в независимой Латвии, но правда не так, как сейчас даже, не так уж прямо. и вот интересно на самом деле, в какой степени Косовский был независимый человек, мы этого не знаем, мы сейчас много узнали про Илариона Васильчикова, знаете, князя из литовского имения своего, чьего дочь, дневники, помните, очень красиво были изданы нашим наследием в 94-м году, мы не знаем, может быть, Косовский ни с чем не был связан, а может быть, и был связан, может быть, с нашей разведкой, может быть, с немецкой, а может быть, и нет, мы этого ничего не знаем, но деньги у них были, и, собственно, они путешествовали по Европе в 20-е годы, когда обычные русские белые иммигранты не имели денег вообще никаких. Итак, вот Павел Павлович Муратов, Наталья Максимовна Косовская на 20 лет его моложе, и возникает Ален, они знакомятся, Муратов смотрит коллекцию, видимо, и затем в середине 30-х годов он еще раз пишет Муратову и просит о реставраторе, нужно иконы реставрировать, и Муратов советует Косовскую, которая действительно занималась в том самом Парижском обществе икона, которым Здарнов, знаете, книгу занимался, она умела это делать, ну, то самое общество икона, где Муратов был одним из создателей, Муратов, Стелецкий, знаете эти имена, и ее не хотели пускать в Англию особенно, наверное, потому что звал Ален, фашист, а потом русская фамилия, но были еще какие-то данные, что она работает якобы на одну из иностранных разведок, вот так, но все-таки пускали, но не хотели, но пускали, есть переписка по этому поводу, но затем, опережая события, я скажу, что Ален женился на Касовской и есть письмо офицера МИ-5, где он просит задержать предельно возможно развод Алена вот с этой вот дамой, чтобы Касовская не имела возможности законно находиться на территории Великобритании, больше мы ничего не знаем, в чем смысл этих подозрений, мы ничего об этом не знаем. Муратов с Касовской ездили в том числе в Ригу, где жили родители Касовской, и здесь очень интересная фотография, ну, та часть аудитории, которая занимается старообрядчеством, сразу узнает, конечно, людей, да, это Рижская Гребещиковская община, ну, все узнаете, да, вот слева это Пимен Максимович Сафронов, иконописец, который как раз в Ригу потом, извините, в Париж его позвал, Муратов, он обучал традиции иконописи иммигрантов, потом он оказался уже в США, писал вот этому человеку, видите мой курсор, Ивану Никифоровичу Заволока, что как же я хочу домой вернуться, я бы еще бы у вас бы церковь расписал, я же ничего плохого не сделал советской власти, может быть, все-таки меня пустят, итак, Пимен Максимович Сафронов, Пимен Михайлович, Иван Никифорович Заволока, тот самый главный деятель, может быть, русского старообрядчества 20 века, который, собственно, и установил, и потом подарил Пушкинский дом, оригинал Пустозерского сборника, я думаю, что это общество ревнителей русской старины, не знаю, кто вот человек, наставник, но вот не нашел я, кто это, Крепельщиковская община в середине, ну, в самом центре, вы видите, Павла Павловича Муратова и Косовскую, и, кстати, вот видите, какие старообрядцы были, скажем так, либерально настроены, вполне принимают не просто людей, так сказать, скоблорылых, но, в общем, как вы понимаете, никаким образом брак не был никогда оформлен. Вот такая история. Иконы Муратов там покупал сначала для знаменитой галереи Якова Золотницкого в Старой России Алявье и Хуси, для которой он работал, и Косовская в ней сотрудничала, иконы тоже реставрировала. Грустная вся эта история, конечно. А затем в конце 30-х годов Муратов тоже был в Риге, и я так полагаю, что покупал иконы и для Алина, потому что в коллекции Алина были иконы, которые, я вижу, что они старообрядческие иконы, там это не написано, но это видно. Значит, в Риге он иконы покупал через Гребенщиковскую общину. И вот здесь я скажу интересную вещь. У него были иконы греческие и русские, купленные во время трагедии исхода, у него было несколько старообрядческих икон, у него не было ничего грузинского у Алина. А ведь Алин был в Грузии в 26-м году. И это значит, что Грузия в 26-м году была еще таким миром, где иконы иностранцам и вообще чужим людям не продавали. Вот это просто так, иначе у него было бы что-нибудь ценное. У него только одна была грузинская икона, и та копия 20-го века подарок от грузинской общины Парижа. Вот. А вот старообрядцы, видите, уже продавали Муратову что-то. Так. В итоге пропускаю пропускаю часть истории. Косовская переезжает в Лондон, реставрирует иконы и потом, я уже говорил, начинается развод Алина и женить бы его на Наталье Максимовне Косовской, которая произошла только в 43-м году. То есть мы видим, что британская разведка, может быть, как-то и способствовала затруднению развода. В 43-м году Алин женился на Косовской. Самая грустная в этой истории, что получается, да не самая, это все грустная, получается, что Муратов с ними жил. То есть вот он на 20 лет старше и Алина, и Косовской, и у него нет денег, и вот он с ними живет. Сначала в Лондоне, видимо, тоже с ними, или, может, в каком-то из домов, которые принадлежали семейству Алинов. А потом в Ирландии, когда в 49-м году Алин покупает имение, так первый переезжает Муратов, и только потом из Турции возвращается Алин со своей женой, и они какое-то время живут втроем. Вот Алин Муратову тоже какую-то комнату выделили, он там сад начинает разбивать, и вот последняя любовь в его жизни, да, вот она стала женой богатого этого англичанина. Ну вот как есть. Так вот, после икон Алин предлагает Касовской принять участие в создании истории Украины. К этому времени Алин написал уже книгу по истории Грузии. Собственно, вплоть до недавнего времени, единственный труд по истории Грузии, вплоть до присоединения к Российской империи, который на английском языке был. Все его читали, все на него ссылались. Предлагает работать над историей Украины. И вот здесь, сейчас я подойду к неизвестным текстам Муратова. Официально Муратов в этом труде не участвовал. Я сейчас вам покажу архивные находки как раз из материала британской разведки перехваченной переписки Муратова и Алина, Муратова и Касовской, которые показывают, что по крайней мере треть, если не половину книги про Украину написал Муратов. Может быть. Потом это было отредактировано Алину. Мы этого не знаем, я сейчас к этому подойду. Есть три книги Алина и Муратова, которые были написаны официально в соавторстве. Известна, хорошо, книга и сейчас переведена на русский язык. Наверное, плохо переведена, не знаю. Книга про историю русско-турецких войн и границы России с Турцией на Кавказе. Еще в 1926 году Алин пешком прошел всю турецкую границу. То есть ту старинную русско-турецкую границу до Сената. Понимаете, границу еще ту с Карлсом Эрдоганом. Помните? Он всю эту границу прошел пешком. И вот эта история русско-турецких войн, на которую до сих пор ссылаются, хотя там есть неточности. Осетин почему-то, как я уже говорил, может быть, с нами, Алексей Лидович Ибиров, Осетин называют все-таки для 1953 года поздновато называть германским народом, связывать их, видимо, с Готами. Уже тогда было ясно, что это народ иранского происхождения. Но тем не менее, вот такая книга существует. Менее известны первые две книги, написанные в Лондоне во время войны. Это первые книги по-английски про Великую Отечественную войну, про Русский фронт Второй мировой войны. Это военная история. Компании в России 1941-1943 годов и 1944-1945 годов. Вторая книга вышла уже сразу после войны в Пингвине, в издательстве Пингвин. Ну, в каком-то смысле это, в общем, работа на победу. И теперь встает... Еще это пока не будем показывать. Встает вопрос, как же Ален из фашиста стал на другую сторону. Ну, мы все не знаем. Еще раз я говорю, и материалы не рассекречены, видимо. А может быть, их и нет. Вот был ли Ален... Странно, почему не рассекречены. Там все вокруг рассекречено. Был ли Ален агентом, кротом в Британском союзе фашистов. Ну, может, и нет документов. Может быть, и уничтожено было, потому что все вокруг рассекречено. Вот тут вопрос такой интересный и сочниковеческий. Но дальше любопытно, что Ален, когда начинается война, идет сразу в ополчение. Он уже был резервистом, офицером с 37-го года. он в 38-м году пишет статью очень интересным планом воссоединения Ирландии. Он пишет, я ольстерский унионист, говорю, это должна быть единая Ирландия. Понимаете, почему? Да, потому что боятся возможных симпатий ирландского руководства, антибританских, а значит, возможно, прогерманских. Ведь восстание Пасхально в 16-м году, оно же было при поддержке германской, пусть и небольшой. И кто в Ирландию приедет, увидит башни оборонительные, еще от Наполеона построенные. То есть веками боялись возможной измены, если ее так называть, ирландской. Или по-другому это можно назвать, смотря с какой стороны смотреть. И Ален предлагает объединение Ирландии. Он, правда, не говорит, что протестанты скажут в Ольстере. Но он, протестант офицерский, говорит, мы должны объединить Ирландию, чтобы она была про-британской. Потому что, говорит он, удивительно, что мы не понимаем, что происходит в мире, мы в Англии. В Европе идет война. И сотни тысяч людей уже в этой войне. Это, кстати, к вопросу о начале Второй мировой войны. То есть для него мюнхенский сговор, это, конечно, уже война. И Англия будет частью этой войны, говорит человек, который за два года до этого с Гитлером разговаривал на свадьбе. Он говорит, будет война, и нам нужна Ирландия с Британией. И поэтому надо объединить Ирландию. Вот такой у него план. Он офицер-резервист. Он, ну, это же все еще немного постаревший Питер и Пенны. И он говорит, я хотел бы воевать, но на лошади. Мне 40 лет, но я крепкий, я хочу на лошади. Его отправляют в Палестину, но там тоже уже лошади не нужны. И в итоге его переводят в Эфиопию. И об этом он написал книжку. Это одна из самых необычных страниц истории Второй мировой войны. Свержение власти Муссолини в Эфиопии и приход к власти короля Хайли, возвращение, реставрация Мегуса Хайли Селасия, того самого, которого считают воплощением Христа ростофорианцы. Это были эфиопские партизаны и британские специальные части, собственно, один отряд орда Вингейта, ну, там, по-старому говоря, совершенно сумасшедшего человека. И вот такие английские аристократы, авантюристы участвовали в этой войне. Считается, что Аллен так высоко, как Аллен смог переводить верблюдов, никто до него не мог. То есть, по горам. Вроде верблюда по таким горам не должны были ходить, у Аллена получилось. Есть даже свидетельство довольно известного английского африканиста Лорена Ванденпоста у Балли не в той войне. Он говорит, занудный человек, высокий, на ослике выглядел, как Дон Кихот, пересевший на осла Санчо Пансе, вокруг красота африканского просторов, а он говорит только о Достоевском. В общем, такой занудный человек. После Эфиопии Аллена возвращают в Лондон, и только тогда, в феврале и в апреле 42-го года, возможно, по его собственному желанию, с Алленом разговаривают офицеры контрразведки. То есть, в общем, проходит допрос некоторым образом. И вот это очень интересное свидетельство, такое косвенное. Война уже идет три года, он сам в этой войне участвует, и только в феврале и в апреле 42-го года он рассказывает о своих связях с Британским Союзом фашистов. То есть, возможно, что там было что-то другое, либо, еще раз говорю, не рассекреченное, либо устное. Есть бумажка с 40-го года, уже война идет, где написано, что Аллен считается provisionally cleared. То есть, вроде как, мы сочли, что он не опасен, но никаких доказательств, почему он не опасен, нет. Они даже, как я говорил, задерживали развод с Натальей Максимовной, и женили Натальей Максимовной Касовской. Муратов здесь тоже интересен. И я уже говорил, нет времени развивать эту тему. То, чем занимался Юрий Павлович Соловьев, это политические взгляды самого Мурата. Они тоже очень, там очень интересная была трансформация, свойственная нашей эмиграции. Помните, тоже, кстати, возвращаясь к Ирландии, ведь они же и Ходосевич и Муратов были на Сорренте с Горьким. Третий том образов Италии вышел в издательстве Зиновия Горжебина в Берлине. В 1924 году. Как раз тогда был разрыв Ходосевича, который случился после публикации очерка о Белфасте. Но очерк о Белфасте был тем просто спусковым механизмом разрыва между Ходосевичем и Горьким. Все помнят, я думаю, кто занимался. И вот чуть-чуть позднее порывает с этой линии и вообще с линии сменовеховства в конечном итоге совершенно порывает Муратов. И он публиковал свои статьи в возрождении. То есть он был на правом фланге русской эмиграции. Но тут надо много сделать, чтобы понять, как развивались его взгляды, каковы они были. Это очень вопрос сложный, трудный, тонкий. Как мы знаем, история XX века с одной стороны самая интересная, с другой стороны на вид такая доступная и позволяет сделать карьеру научную. Сейчас ты видишь, как люди совершенно бестактно предлагают весьма смелые гипотезы, отвечающие той или иной моде. Тут надо очень тщательно работать. Так вот, тут тоже интересный вопрос, как взгляды самого Муратова. Но еще раз говорю, в годы войны они были, видите, на какой стороне. Теперь совершаем скачок от 50-го года к 73-м и даже к 66-м. Я уже сказал, странно, что Аллен был допрошен только в 42-м году. Уже вот, можно сказать, майор британских вооруженных сил, герой Второй мировой войны, допрошен. А как же так было, вот вы еще несколько лет назад были фашисты. Одно замечание о том, что такое мог быть британский фашизм, когда вышла эта история Украины, конечно, развернулась борьба, он за украинский национализм или против, и ругали с обеих сторон, разумеется, но больше со стороны тех, кто считал, что условно со стороны кростовца. И Аллен ответил в двух предложениях, дал определение национализма, а потом написал, что это устаревшее учение, но существующее сегодня, в 40-ом году, он пишет, как и многие другие устаревшие учения. Вот так вот. в 66-ом году советская Грузия шумно праздновала 800-летие Шатыру-Ставыри. Правда, придуманную юбилей, но тем не менее. Там были многие люди, вся мировая картвелистика и иронистика тоже, и там был Аллен. Я сейчас об этом расскажу и покажу фотографию. Аллен возвращается в 67-ом году и, в частности, дарит Тбилисскому музею серебряный упряжь царя Ираклия, вот того самого, который, помните, такой-то царь, такой-то год вручал России свой народ. Он возвращается, возможно, в 69-ом и точно в 71-ом году. и в 71-ом году совершает большое путешествие, которым даже существует книжка, я ее покажу, а, я потом ее покажу, потому что я сейчас экран показываю, книжка, написанная офицером, отставником, знавшим турецкий язык, которого Аллен с собой позвал. То есть, его пускали в Советскую Грузию, и не только в Советскую Грузию, в 71-ом году он со своим племянником, с сыном посла в Турции, в 40-е годы Лоренсом Келли и с вот этим отставным офицером британским путешествуют по не только Грузии, но и по нашему Северному Кавказу, в первую очередь по Осетии. Ну, там и до Пятигорска доезжают, об этом еще раз говорю есть книжка. В то же время Жоржа Дюмизиля, другого крупнейшего ирониста, другого, одного крупнейшего ирониста, не пускали в Советский Союз. То есть, почему-то Дюмизиля не пускали, а Алина пускали. Вот неинтересный вопрос. Есть человек, который сопровождал Алина в этих поездках, в первой, по крайней мере, Гела Кандидович Черквиане, сын первого секретаря Компартии Грузии в 38-м, 52-м году, Кандида Черквиане. Но он не отвечает на мои письма и даже на письма по-грузински он не отвечает. Ну, я боюсь, что если бы я написал не из Москвы, а, допустим, из Лондона и по-английски, то, может быть, он бы ответил, но я так делать не буду. Гела Кандидович Черквиане, потом был советником Шаварнадзе по международным делам, был послом в Великобритании, был репетитором Саакашвили по-английскому, когда Саакашвили был школьником. И поэтому при Саакашвили тоже занимал, собственно, и был послом в Великобритании и Ирландии, один из тех людей, который, в общем-то, создавал современную внешнеполитическую ориентацию Грузии, а в свое время возглавлял молодым человеком, ну, у него папа какой был, возглавлял грузинское общество связи с заграницей, дружба, общество дружбы, и, собственно, вот он ярко принимал Аллина, его племянника. Он не отвечает, ну, что делать. Теперь совершаем еще один бросок, теперь назад, 50-е годы. Ну, не буду рассказывать историю кембриджской пятерки, на это просто нет никакого времени, уже я все время истратил, но с Чилби был знаком Аллен по Анкаре. После войны Аллен был в посольстве Великобритании в Турции, а это посольство важное, потому что ровно тогда доктрина Трумана, Турция и Греция были избраны как опорные такие, ну, крепости в Холодной войне, это многое объясняет, тут я не буду распространяться, это фронт Холодной войны, и там служил Ким Филби, и там служил Аллен. Конечно, их дружба могла просто объясняться интересами большим, образованностью, такой яркостью личностей, но мы всего не знаем, кто знает, как раз тут может быть что-то еще и засекречено. По крайней мере, когда Ким Филби был без работы, он вроде и не был, там было такое положение межуумочное, вроде как и не осужден, как советский разведчик, но при этом вот и не полностью доверие восстановил, Аллен зовет Кима Филби к себе домой, и Ким Филби, как литературный негр, написал историю фирмы Алленов, которая вышла в 1957 году. К сожалению, единственное свидетельство о пребывании Кима Филби в, такое настоящее свидетельство, источник о пребывании Кима Филби в Ирландии, это свидетельство шофера семьи Алленов, которое он сделал в интервью местному журналисту во время обострения скандала с кембриджской пятеркой, когда Маргарет Тэтчер, придя к власти, сказала, что Энтони Блант советский шпион. И тогда был огромный интерес, и вот он рассказал, что был такой очень вежливый человек, сразу расположивший к себе всю усадьбу, всю прислугу, всех, но очень тихо живший, с утра до вечера сидевший за пишущей машинкой, собственно, сочинявший эту историю. Если бы Муратов умер бы не в 50-м году, в 69 лет, а на несколько лет позже, то они бы, наверное, точно бы встретились, и так речь идет о, видимо, не шести, а восьми месяцах, потому что он говорит восемь месяцев, потом некоторые историки пишут шесть месяцев, но сам шофер говорит восемь месяцев в 56-м году, вот когда была эта книга написана. Следующее свидетельство. Дэвид Келли, тогдашний посол в Турции, тоже их друг, потом Келли был послом в Советском Союзе, и сын Дэвида Келли, сэра Дэвида Келли, Лоренс Келли, выучил русский язык. А Лоренса Келли взял с собой Аллен в путешествии в 71-м году. Тогда Аллен так увлекся, извините, Келли так увлекся Кавказом, что он написал первую книгу по-английски о Лермонтове. Интересно, тут тоже не все еще не до конца понятно. И вот Ким Филби, и разведки, и, как я уже говорил, события 30-х годов, да и тот же даже Андрогу Гушвили, и Наталья Максимовна Косовская и ее отец. Может быть, здесь ничего и не было. Ну, а теперь подхожу к завершению. Почему я так долго про это не рассказывал? Я не рассказывал про это, потому что находок-то и не было. В 73-м году скончался Аллен. Не столь неожиданно, кстати, потому что он был в больнице в это время. Я видел его завещание, он умер в больнице. Но, видимо, очень быстро болел. У него, кстати, за год до смерти родился сын уже от четвертой жены, потому что умерла Наталья Максимовна Косовская и он женился на медсестре, которая ухаживала за Натальей Максимовой. Так вот, я этого сына тоже нашел, но он не отвечает на мои письма. Ну, вот та жена, которая медсестра была у Натальи Максимовны и младенец-сын, для них он купил гостиницу в Дублине и этим счел, что он их обеспечил. По-настоящему с дочерью, видимо, каких-то такого тесной связи у него не было. А тесная связь у Аллина была с племянником Робином Аллином, который потом был журналистом в икономисте, вообще представитель такой старой плеяды журналистов, которые знали вообще, о чем пишут и были, ну, разбирались. Он потом был на Ближнем Востоке, один из главных английских корреспондентов, умер в 2011 году во Флоренции. Жена тоже его умерла из очень известной семьи аристократической шотландской. Я написал родственникам, нашел родственников этой семьи, но без какого-либо ответа, ответа не получил. Был Лоренс Келли, сын посла вот этого турецкого, был Робин Аллин. И вроде как архивы должны были достаться им. Осталась усадьба, где много всякой старины и красоты. Это все было распродано на аукционе и там нету бумаг. Лоренс Келли, сын посла Дэвида Келли, пришел в посольство Ирландии в Лондоне. Это материалы архива ирландского и говорит, что есть такая уникальная библиотека, которая должна попасть в руки ирландского правительства. Жалко, будет ее потерять. Но там среди рукописи, например, Сулхан Саба Орбелиане, первые слова из грузинского языка, рукопись начала XVIII века, принадлежавшая Багратиону Мухранскому в XIX веке. Жалко, будет потерять. Но Ирландия тогда была страна провинциальная и бедная и были несколько обсуждений в правительстве, в кабине кабинета ирландского и они там говорят, что денег у нас на это все равно никогда не будет. Поэтому что-нибудь другое. Другая судьба ждет эту библиотеку и библиотека была в итоге куплена с некоторыми рукописями библиотекой индианской, университета индианского в Лиле Лайбери. Ну, вы знаете, индианский университет важный центр изучения России и всего Советского Союза тогда. Вот попала туда. какие-то бумаги. Робин Аллен, племянник, вот тот самый, может быть, сказать, духовный наследник, Робин Аллен отдал в Королевско-Азиатское общество в Лондоне. Вот не в Королевско-Географическое общество, кстати, там они тоже много сотрудничали, а вот в Королевско-Азиатское общество, в том числе переписку с Владимиром Федоровичем Минорским, нашим иронистом. Но там очень мало, там немного совсем. Есть бумаги, которые попали с библиотекой в Индиану, там тоже немного. Там вот от Муратова, они, кстати, не поняли, что это Муратов, только план сада, того самого, который затоптали в дискотеку. Ничего нету, пропало. Где, может быть? Что-то же, как же так? И я нашел адрес Лоренса Келли в Владикавказе. Он переписывался с великим иронистом Василием Ивановичем Абаевым, чей архив в Владикавказе. И в 71-м году Абаев тоже сопровождал, встречал в Осетии наших путешественников. И есть переписка, и там есть бланк. Я написал, вот сейчас письмо пришло, от руки написал письмо, в лондонский такой особняк этому Лоренцу Келли. Ну, не знаю, дай бог он в добром здравии, он 33-го года рождения, и мы ничего не знаем, но вдруг он в добром здравии, и он мне, например, ответил. Какова же была судьба архива? Пока, видите, ничего нету. А что есть? Есть материалы, перехваченные британской разведкой. Вот их я вам сейчас показываю. Это письмо Мурата Валлину от 10 декабря 1939 года. Вот я вам сейчас его показываю. Здесь есть и адрес Аллина, где Муратов говорит о своей работе над историей Украины. Вторая страница. Есть переписка Муратовой-Каргановой, тогда Касовской, по-французски, я думаю, потому что там часть переписки по-французски, а часть по-английски, и французский оригинал доказывается ошибкой в переводе. То есть, наверное, он почему-то писал ей по-французски, может быть, думал, что по-русски точно не дойдет и точно перехватит. Перехватывали на разных языках. Вот, собственно, письма Муратова Натальи Максимовны Касовской. Очень грустное впечатление, потому что за шестую, седьмую, восьмую главу истории Украины Муратов там просит 10 фунтов, 25-35 фунтов. Он пишет Каргановой, Касовской, он пишет, она уже, Касовская уже скорее к Калину имеет ближе доступ. И он пишет, что вообще должен мне 45 фунтов, у меня других денег нет. Ну, для сравнения, как раз в 1939 году было учреждено Министерство информации, министр получал 5000 фунтов стерлингов в год, верстальщицы, наборщицы, 450 фунтов стерлингов в год, привлеченные университетские профессора, 800, где-то 1000 фунтов стерлингов в год, 8 фунтов, чуть меньше 7 фунтов в год, вот 7, извините, в месяц. Это минимальный размер оплаты труда в в среднем по всем графствам Англиоэльса в то время. То есть, он просит совсем маленькие деньги за свою работу. Тут быстро. Я оставлю пока здесь. Что это за главы истории Украины, которые точно написал Муратов? Это глава про национальный вопрос и коммунистическую Украину в 1439-й годы. Экономическая история Украины вся, начиная с еще имперского времени и раньше, начиная с аграрной истории. И послесловие Украина и Европа 39-й 40-й год. И здесь интересно, что Муратов в одном из писем, собственно, в первом письме пишет, что из этой главы может вырасти еще одна работа, которую можем сделать вместе. по-английски the intervention in Russia, past and present, то есть интервенция гражданской войны, а что такое present? Я цитирую Муратова, for the present, который только тогда, недавно, незадолго до этого выучил английский язык, for the present, I mean the present German action with Soviet Russia and in Soviet Russia is a form of political intervention. То есть пакт Молотова-Риббентропа для Муратова это новая интервенция, только другого рода. Больше мы про это ничего не знаем. Мы знаем по некрологам, что Муратов, военный инженер по образованию, написал огромную историю Первой мировой войны. Он работал над историей русско-английских связей в 16 веке. Это все было в усадьбе White Church и сейчас неизвестно, где находится. И часть бумакалина тоже неизвестно, где находится. Закончу, а все-таки на ноте может быть самой светлой. Потому что что оправдывает наше существование. Вот Наталья Максимовна Косовская реставрирует одну из икон Алина. Но те, кто здесь реставратор, ну, сядьте лучше, конечно, так реставрировать, это, конечно, дикость. Она прям сидя что-то делает. Это я пиратски сфотографировал, потому что меня пустили в архив галереи ирландской, но там, в общем-то, ничего не разобраны, бумаги, и они не хотели, чтобы я фотографировал, но я сфотографировал. Почему эти иконы в... мы знаем где, они очень красиво висят в Национальной галерее ирландской, в память о жене Аллен их продал со скидкой. В память о жене он продал за 100 тысяч фунтов эти иконы в Ирландскую галерею национальную, причем 100 тысяч фунтов была оценка старых друзей Дэвида Телбота Райса и Тамары Телбота Райс. Я видел эту оценку, это вот такой вот кусочек бумажки, а, вы меня не видите сейчас, ну, в общем, такой совсем, вот, знаете, прямо клочок бумажки, на которой джентльмены пишут, это стоит 100 тысяч фунтов. Никакой экспертизы, 24 иконы 100 тысяч фунтов. Денег бы никогда не было, если бы не мюзикл «Моя прекрасная леди», потому что Джордж Бернат Шоу оставил большую часть своего наследства для пополнения, как целевой капитал, для пополнения национальной галереи ирландской. И если бы не мюзикл «Моя прекрасная леди», то никаких денег бы у директора галереи бы не было на покупку и этих икон, и многого другого. Так что, вот это стало возможным, эта икона сейчас, которую вы видите, висит в Дублине, ее после Кассовской никто не реставрировал. И вот у нас эта икона, вот я ее сфотографировал, довольно просто, конец первой четверти 14 века, так ее датируют Дэвид и Тамара Телбет-Райсы. Но еще раз говорю, я сейчас, у меня нет времени говорить про историю искусства, «Я не историк искусства». Это икона, которая требует нового внимательного изучения. И каталог, который подготовили Телбет-Райсы, очень, если честно, слабый. Даже в 66-м году Виктор Никитич Лазарев сделал бы намного лучше. Показываю две иконы, потому что есть текст Муратова про эти иконы. Вот это моя еще одна находка в архиве Национальной галереи ирландской. Ну, нет времени, особенно, может быть, не оставлять этот текст, но он есть. Описание первой иконы. И вторая икона, замечательная, которая Дэвид и Тамара Телбет-Райсы датируют первую половину 15 века. Это, конечно, все можно уточнять. Есть параллель, кстати, в Остроуковском собрании явно. И еще одна параллель. И, ну, вот Александр Сергеевич Преображенский, который, правда, вряд ли. Вот, по-моему, он не сможет сегодня быть. Когда я ему это показал, он, конечно, сразу видит параллели. И, ну, понятно. Вот замечательная икона, замечательная икона новгородская. И про нее тоже написал Муратов. Вот это он написал. Кстати, возможно, что он работал еще над историей древнерусского искусства, но мы этого всего пока не знаем. Заканчиваю я фотографии из осени 66-го года. слева Уильям Дэвид Аллен. Вот тогда уже в 65 лет в середине один из главных иронистов, великий иронист 20-го века сэр Гаррет Бейли и справа Василий Иванович Абаев. Вот они все знали и про Муратова, и про то, где хранится архив, но нам они уже про это не расскажут. Вот три человека, как раз родившиеся в эту прекрасную эпоху, жившие в другой жизни, в другом мире, и вот уже после этого кровавого половины 20-го столетия, встретившиеся недалеко от границы Северной и Южной Осетии, недалеко от родины великого осетинского поэта Костыхи Тагурова. Вот они как раз от музея Костыхи Тагурова поехали в Зарамак, и тут, вы видите, выпивают. Но нам с ними уже не получится быть рядом. Спасибо. Спасибо огромное, дорогой Андрей. Времени перебрано, прямо скажем, в два раза, и это полноценная студенческая пара. Но надеюсь, что студенты или слушатели имели возможность и слушать, и параллельно готовить или записывать вопросы, поэтому я думаю, к вопросам самое время сейчас перейти. Пока нет вопросов, рискну задать сразу первый. Возможно, пока Андрей ответит, будут и другие. все-таки, что было между членством и близостью Алина в союзе Мосли и его эфиопской поездкой и переходом, скажем так, на другую сторону. То есть, сколько это было примерно лет, и только ли обстоятельствами личной жизни этот переход обусловлено. Мы всего не знаем. Гай Лиддл, троюродный брат Алисы в «Стране чудес», который мечтал стать велончелистом, а стал одним из создателей британской контрразведки, очень резко пишет о Балине, что это такой авантюрист, который, может быть, с кем угодно, который не настоящий патриот английский, а вот такой просто авантюрист. Ну, мы не знаем. То есть, вот был Мосли, потом, был, кстати, спор с Мосли и за денег, такой очень простой спор. С 37-го года он уже в Британском союзе фашистов и уже резервист, а потом, то есть, он формально не выходил и не входил, а потом начинается война, и он говорит, я хочу на лошади воевать, где можно на лошади. И вот его отправляют в Палестину воевать, а потом в Эфиопию. То есть, формального разрыва не было. Формального не было разрыва. Мы не знаем. Да, но был еще вот этот, видимо, развод с Полой Гилибранд, вот этой красавицей, любимой моделью Сейсела Биттона. Мы не знаем. А начало сотрудничества с Муратовым письменного это конец 30-х годов, да, то есть, примерно 38-39. Получается, что да, то есть, официально в годы войны, а вот по этим документам, как раз, которые сейчас рассекречены британской разведке, получается, что уже история Украины, по крайней мере, вот чуть ли не наполовину, вот те главы, которые упоминаются в этих статьях, в этих, извините, письмах, это 130 страниц текста. Вот, так что поди пойми, может быть, он и больше написал, а может быть, другое писала Наталья Максимовна, а он и редактировал. Мы не знаем этого всего. А мы же архив-то не знаем. То есть, архива Муратова нет, но и архив Алина дробный. Там очень маленький кусочек Робин Алин принес в Лондон, вот в это Королевско-Азиатское общество. Очень случайные вещи находятся в Лиле Лайберрии. Там какие-то случайные вещи попали вместе с библиотекой, которая просто, ну, очень крупная исследовательская библиотека по России и Кавказу. Там даже есть, там интересные вещи, там даже есть жалованная грамота одна Бориса Годунова. Ну, так, видимо, купил за одну. Самая главная ценность это рукопись словаря Сулхан-Сабы-Орбилиани. Спасибо. Так, есть ли коллеги вопросы? Я думаю, что можно в конце концов задавать голосом, кто первый решится. Я еще раз прошу извинения, что занял больше времени, но довольно насыщенная история получается. Я уже ее не сокращал. Я и так старался короче, как вы понимаете. А есть ли биографические работы об Аллине статьи или как бы где попытались бы конво восстановить? Нет, по-настоящему. Вот сейчас я связался с краеведом местным, ватерфордским, через этого поэта, которого я тоже хитрым образом тоже не сразу отвечал на мои письма. Вот краевед ватерфордский тоже удивился, что такой яркий человек у них в графстве жил. Есть, ну, есть упоминания в работах про фашизм британский, есть одна статья про унионизм ольстерский конца 20-х годов и там упоминается имя. Есть статья в ирландском биографическом словаре, есть в словаре National Biography в британском, там, кстати, есть неточности и ну, нету настоящего. А человек вообще-то книги даже заслуживал бы, кстати, еще если бы архив был бы открыт. Тоже интересно. Так что нет, нет, Так про Муратова тоже мало. Вот в том-то все и дело. Очень немного. Если бы, может быть, Юрий Павлович Соловьев бы продолжал бы дальше заниматься, наверное, он бы сделал бы. Интересно, что Патрица Деотто с тех пор не занималась с середины 2000-х годов. Ну, по крайней мере, не опубликовала ничего, может быть, и занимается. Кстати, на итальянский язык образы Италии вышли просто только что, были в 19-м году. Ага. Древидины изданы, да. Спасибо. Насколько я понимал, у Марии Плюхановой вопрос. Это говорит Андрей Шишкин, который уступает под именем Плюхановой. У меня были проблемы со связью, да? Слышно меня? Алло? Да, здравствуйте, слышно. Слышно, слышно, да. Да, добрый день, добрый день. Значит, спасибо, крайне интересно. Но я боюсь, что архивы, ценные, судьба ценных архивов именно вот такова. У меня на глазах очень драгоценный архив одного визиантолога, Джона Линце-Оупи, таким образом, полностью исчез, и, видимо, не будет никогда доступен. Там как раз византийские и греческие иконы. только две вещи. О Касовской и Касовских она проходит по переписке Лидии Вячеславной Ивановой в сайте Ваевана Пит. Да. Вот это русско-итарианский архив номер 11, знаете, да? Да, да, конечно, конечно, да. Ну и библиография Деотто, она не, она тоже издана в книжке под редакцией Даниэлы Ритца. Это русско-итарианский архив 2. А, нет. А, нет. Ну и последнее, конечно, как вы знаете, самое печальное, это полное исчезновение и, видимо, уничтожение архива Ксении Маратовой. Я этого не знаю. Парижского. Парижского архива. Я этого не знаю ничего. Ну вот я вам сообщаю, да. Я этого ничего не знаю. Но я, вы знаете, я даже, может быть, и специально никогда вот, хотя я, собственно, я ходил в семена Рольги Сегизмуна и Поповой много лет. То есть я сам не историк византийского искусства, но я, в общем, знаю этих людей. Но я как-то вот считал, что я недостоин. Как-то я еще недостаточно много знаю. Я никогда с Ксении Михайловной не виделся. Я не знаю вот этого ничего. Но она точно многого не знала, потому что она говорила. У меня были коллекции и вещи Павла Павла Чемаратова и вот я повторяю, что меня слушают коллеги, меня слушают нынешние глава общества Баратова Виталии. И поэтому, если я не прав, они возразят. Насколько я знаю, все это потеряно, утрачено или, скорее всего, просто уничтожено. Все может быть. Я хочу сказать, еще один архив очень интересный. Русско-ирландский уничтожен в Италии погиб. Это архив Эспозита семейства. И там письма Бунина, например, были. И не только. И Беккета. Архив Аси Мурат. Похоже, что этот архив погиб. Нет, ее архив погиб. Где же он погиб? Аси, конечно, погиб. Он еще не погиб, он находится в одном месте. Этого никто не знает. Ну, хорошо, но есть антиквары. Он узнал, а что уже высказал. Можно дилетантский вопрос пока? А гибель архива это продажа в руки антикваров? Побойка или как бы что? Или сохранение где-то в каких-то местах, где мы пока не знаем, и, как говорят, едва ли узнаем, учитывая все сложности биографии в данном случае Алина? Ну, грубо говоря, могут ли спецслужбы заинтересоваться и эти сундуки прихватить? Это местная байка, что якобы был, во-первых, конечно, каждый ирландец вам скажет, что был не только Филби, но была вся кембриджская пятерка там в этом имении, потому что хочется добавить. Ну, зачем один Филби, когда мог быть и Берджес, и Блант, и другие? Да, это первый вопрос. Второй, ну, как сказать, они все говорят, ну, не они все, а вот эти бывшие владельцы говорят, что вот был какой-то сундук, который Ален завещал уничтожить. Вопрос, что меня интересует, почему Робин Ален, племянник, которого он брал с собой на Кавказ, получая все визу, как я еще раз повторил, что очень интересно, почему он принес сразу после смерти, принес не все, принес какие-то фрагменты. А, кстати, если говорить о разведке, то Владимир Федорович Минорский очень интересная личность, потому что не так много белых эмигрантов, которые похоронены на Новодевичьем кладбище. там много интересного есть, кстати, этим уже занимаются. Так что если на то пошло, мы не знаем, мы не знаем, Ирландия нейтральная страна, 73-й год вообще уже год установления дипломатических отношений между СССР и Ирландией, вообще уже все было по-другому и спокойнее. Почему не все было принесено? Почему это произошло? Последний человек, кто может это знать, Лоренс Келли, тот самый сын посла Великобритании в Турцию, а потом в Советском Союзе, тот самый по чьим началам служили и в Ким Филбе, и Аллен, тот, кто пытался устроить библиотеку. Причем об этом есть даже письма Абаева, то есть Абаев про все это тоже знал. Есть письма Абаеву и от Робина Аллена, и от Келли. Ну, собственно говоря, Алексей Людвигович, не знаю, с нами или нет, но мы как раз немного об этом говорили. Очень интересный архив Василий Иванович Абаева полностью не передан. Частично еще находится в квартире на Соколе, в квартире Абаева. Тоже важная задача. В квартире, не так далеко находившейся от того места, где когда-то жили грузины в Москве, где церковь была, знаете, в селе Всехсвятском, где умер тот самый Сулхан Саба Орбелиане, рукопись словаря которого из библиотеки Багратион Мухранского приобрел когда-то Аллен. Вот, вот, да, мы не знаем. Либо, смотрите, положительный случай, что это находится, не знаю, у Робина Аллена не было детей, но, не знаю, у этой дочери Аллена, может быть, там передали каким-то хитрым образом, и это лежит в роскошном дворце и где-то наверху. Мой главный герой моих исследований Франциско де Миранда, венесуэльский революционер, его архив больше ста лет пролежал на чердаке британской усадьбы. Вот, может быть, и так. Самый худший случай это, что просто было выброшено. Да, Владимир Федорович Минорский и даже, можно сказать, какому учреждению институту то, что сейчас называется восточных рукописей. У него вообще были тесные связи. Он писал, он очень, ой, что тут говорить, да. Вот, и вдова, вдова Минорского много переписывалось, да. Так вот, и возвращаясь к моему разговору, могли выкинуть на свалку. И тут вопрос, почему что-то выкинули, а что-то не выкинули? Почему переписка по поводу книги про турецкое владычество в 16 веке есть? Почему с Минорским переписка есть? Какие-то кусочки есть, а чего-то нету. И там нету, я не нашел логики, даже шпионской логики, которая бы определила бы вот это раздробление архива. Вот не знаю, ответа нету, поэтому я не хотел про это ни писать, ни говорить. А теперь уже думаю, что надо, уже видите, решил, что надо сделать доклад. Вот так вот. Тем более, что вот, видите, и не только я уже хожу на могилу к Муратову, и что я скрывать буду? Вот Анна Быкова, она получается, извините, что я не знаю ваше отчество, видите, я читал, как она искала могилу Муратова, а я ее уже нашел к этому времени, понимаете? Я даже знаю угол кладбища. Ну что же так, я уже решил рассказать, но я не знаю, куда это могло деться, либо на свалку, либо лежит где-то вот на чердаке у кого-то, но не в усадьбе вот этой вот самой White Church, потому что там, конечно, после дискотеки, там, конечно, вид сейчас изнутри она имеет грустный, вот такой вот, знаете, как у нас бывают раздолбанные усадьбы, извините за выражение, которые потом хорошо реставрировать, но уже реставрировать мало что есть, и поэтому получается реконструкция интерьера в большей степени, чем реставрация научная. Она внутри вот так, к сожалению, выглядит, ну, что называется, что есть, там уже никаких чердаков не осталось, вот, но вот странно, не знаю, не знаю, потом были, была распродажа всего, даже холодильник там в каталожном списке есть, кто-то купил холодильник, понимаете, оставшийся от усадьбы, и иконы тоже, ведь 24 иконы, которые были куплены, куплены в память, конечно, звучит странно, куплены в память о Наталье Алин, Наталье Косовской, иконы 24, не все иконы, которые были у Алина, и там в каталоге тоже есть некоторые иконы, когда распродавали, и разные вещи, еще раз говорю, рисунок Репинский есть, там Рокотов есть, Рокотов, наверное, не настоящий, мы не знаем, его же все равно никто не раскрывал, ну, с белой армии пришел, а вот где бумаги, непонятно, почему они холодильник сохранили, бумаги часть принесли, часть продали, а часть выкинули, странно, но может быть и так, все бывает, люди, они же такие, часто непредсказуемые в плохую сторону, а иногда непредсказуемые в хорошую. Спасибо, какие есть еще вопросы, как раз шанс задать докладчику, которого мы так терпеливо слышали, а будет ли публикация? Не знаю. То есть, стоит ли это перевести из формата доклада в формат? Ну, наверное, можно сделать комментарий к найденным кусочкам, вот к этим письмам грустным, где за 10 фунтов Муратов борется, борется, и все-таки описание икон, но описание икон нужно делать, например, с Александром Сергеевичем Преображенским, потому что я же не буду заниматься своим делом, потому что, если честно, описание муратовское, так оно не такое сильное. И есть муратовское описание, есть описание Телбот Райсов, а есть то, что можем сделать сегодня мы. Ну, я это даже тоже могу, что называется, имитировать, но я же, это же не честно будет, и глупо. Я же не византинист и не историк искусства. Значит, это Александр Сергеевич Преображенский, который вам показывал иконы, это может быть кто-то из тех, кто занимается греческими иконами. Все-таки замечательно. Вот это, кстати, икона Адигитрия, замечательная икона. Она из монастыря Тонсумела, вроде как, из Тарпезунда, но по виду, конечно, такое имеет константинопольское звучание. Конечно, и главное, это не раскрыто все. После Натальи Максимовной, которая училась в обществе иконов Парижа, а потом раскрывала иконы, сидя вот так вот, за стулом, никто даже это не видел. Сидя за стулом. Скажу больше даже. У Национальной галереи ирландской там все очень красиво, но у них нет денег на науку. У них бюджет научный ноль рублей. Ноль евро, прошу прощения. У них бюджет только на просветительскую деятельность. Поэтому я даже предлагал как-то там реставрацию. Ну, вроде они хорошие, не требуют реставрации. Так выглядит все. Хорошо. А вот если попробовать что-то анализировать, что-то там просветить, то есть ни один искусствовед не работал с этими иконами, которые сейчас очень красиво показываются в галерее рядом с ранним возрождением. Рядом с... у них есть немного, у них треченто есть. И это красиво, это прямо достойно очень. Еще раз, нижняя граница знакомства Муратова с Алиным это конец 20-х годов. 29-й, да. 29-й год, да. И это Рига или как бы просто Рига оказалась... Лондон. Лондон. Рига, кстати, про Ригу я... Ну, я показал фотографию. Вот откроют границы. Вот меня обещали, обещал меня старобрядец наш, Мургий Дородский, Алексей Безгодов, обещал меня взять, он преподает на курсах в Риге. Если они вернут эти курсы из Зума или уж не знаю из чего, вернут в нормальную жизнь, то меня Леша Безгодов возьмет с собой и я тогда, может быть, что-нибудь узнаю в Гребичиковской общине. Потому что архив Гребичиковской общины тоже не разобранный. И, может, там тоже что-то интересное есть. Ну, я уже говорил, что и родители жили в Латвии. А может быть, мы что-то интересное и, так сказать, не самое, может быть, приятное узнаем из немецких архивов. Вот мы узнали про Васильчикова, про Иллиона Васильчикова. Спасибо. А из английских, ирландских архивов спецслужб, вы что смотрите? Все, вот я все видел. Все, все. Это вот целиком. То есть вы это по электронному каталогу... Нет, нет, нет. Я пора... Нет, в Ирландии, смотрите, в Ирландии я видел что? Я видел Национальную галерею ирландскую. Архив... Я видел архив юридический, где завещание Натальи Максимовны и Алина. Я удивился, кстати, что по британскому праву и по ирландскому, соответственно, это все открытые документы. Вот можно посмотреть завещание человека. И это, конечно, архив британского... Ирландского правительства, когда они обсуждают эту покупку. Библиотеки. Это раз. А британское я видел оцифрованное, но там, если не оцифрованное, тоже написано. То есть, например, вот смотрите, вот Телбот Райс, о которых я говорил, они оба были в разведке британской. Дело Тамары Телбот Райс рассекречено, но не оцифровано. И я вот каждое утро пишу с просьбой сделать мне копию, но я не успеваю, потому что там очередь. Там надо рано утром написать, но там они эти заранее уже все распределяют. А дело Дэвида Телбот Райса так и не рассекречено, похоже. Оно же должно быть. Но много очень рассекречено, и я это все изучил. Я прочитал кучу и про фашистов, и про коммунистов. И, кстати, очень много про Кима Филбе рассекречено было про самый последний год, буквально два года. Очень много было рассекречено про Энтони Бланта. Энтони Бланта у него было, он сам оставил как бы завещание, что там 25 или 30 лет или 40 должно было храниться. И 2-3 года назад это все как раз в срок прошел, и поэтому они все разрешили опять открыли. Нет, там на самом деле, например, вот новая вещь рассекречена. Папка Энтони Бланта, да, 9 икон, да, да, вот пишут. У Маргарет Тэтчер на столе была папка про Энтони Бланта. Там совершенно жуткие вещи, там она узнает, скажите, сколько у него денег. То есть у нее была задача его уничтожить. И вот это, например, сейчас рассекречено, только что. Сейчас, кстати, вышла книжка, где Британская Академия изгоняет Энтони Бланта. Это обсуждение членства Энтони Бланта в Британской Академии. Только что рассекретили сама Британская Академия. Но им, видимо, все-таки стыдно было. Ну, там правда, там вообще так, да. То есть, если, тогда два вопроса. Если бы ирландское правительство согласилось купить библиотеку, то, скорее всего, в составе библиотеки были бы бумаги, которые были бы в Дублине. Скорее, да, если бы они их не выбросили. Ну, я, скорее, да. Но в какой-то момент их, да. И второе, этот самый, тот самый таинственный сундук явно не ушел в архивы британской разведки, насколько мы о них сейчас знаем. Насколько мы о них сейчас знаем. Да. Ну, вот я сейчас, вот, Михаил Юрьевич Богданов был с нами, сейчас, не знаю, остается с нами или нет. Вот, мы подали письмо в пресс-бюро службы внешней разведки. Может, у наших что-то есть раз, и они согласятся что-то рассекретить, а может быть, нет ничего. о книге, вопрос о книгах, ну да, да, это все цитируется. Нет, цитируется, это знали, это все вошло. Это все цитируется. И про Вторую мировую войну цитируется. Это все тогда вопрос, не мешала ли репутация Алина воспринимать его книги про войну и, так сказать, союзников как объективные, учитывая все вот эти предыдущие тонкости. Или таких перелетчиков был не один он? Я скажу две вещи сейчас. Первое. Есть мир, вот почему Маргарет Тэтчер так ненавидела кембриджскую пятерку. И сейчас вот Бен Макентайр, автор книг о кембриджской пятерке, вот есть мир вот этой вот людей, которые учились в Итоне, своих друзей, и есть люди, которые вот читают, кстати, Самалин так говорил, что вот эта вот классовая система, как они сами называют ее британская, она, во-первых, несправедлива, во-вторых, тормозит развитие Британии. И вроде как свои друг друга не сдадут. Вот так вот. И так явно смотрел Гай Лиддл на всю эту историю. Поэтому вот это первое. И поэтому многие пишут, что кембриджская пятерка так долго существовала, потому что свои друг друга не сдают. раз. И здесь получается, что вот человек, который в Итоне учился, для кого-то он может говорить все, что угодно. А второе, ну да, вы правы, когда вместе с Кимом Филби работал Аллен в Анкаре, было обсуждение в парламенте, и Левый Либорист один про это сказал. Как же так? Вроде как человек был британским в союзе фашистов. И, конечно, Дейли Воркер, наша любимая газета советской школы. Британская компартия была против. Да. Только, как вы понимаете, британская компартия не сохраняла никогда большое влияние. Вот. Так что, да, это удивительно. У них так можно было. Да, верно, что девять икон только выставлены. Это действительно так? Ну да. Вот. И реставрировать денег, я уже говорил, денег на науку у них 0 рублей. Так все красиво выглядит, а денег 0 рублей. Я придумал конференцию, они сказали, ну давайте попробуем через университеты как-то. У нас денег нет. А, извините, но тогда я расскажу анекдот. А хранитель этих икон всю жизнь он хранит уже 40 лет. Леха Ревель такая фамилия, не ирландская у него. Так он всю жизнь, он специалист по искусству 18 века британскому. Он всю жизнь думал, что красный цвет в наших новгородских иконах связан с тем, что киновер добивается где-то рядом с Новгородом. Вот. То есть он от меня услышал впервые, что киновер она не потому в новгородских иконах краснофонных. Так что да. Вот тут есть человек. У Анны Быковой вопрос. И это, наверное, один из последних, потому что вот к восьми мы, наверное, могли бы уже и заканчивать. Да, здравствуйте. Я как раз та самая Анна Быкова, которую несколько раз упоминала выступающий. Я просто хотела вам быстренько показать эти книги, о которых речь шла по вагенной истории. Как видите, они очень маленькие, изданные на газетной бумаге. Вот был как раз вопрос только что об их ценности. Вы знаете, да, их знали, потому что это были самые первые публикации по Второй мировой войне и по участию в ней Советского Союза. Сейчас о них, конечно, уже забыли, потому что с тех пор было издано уже сколько мемуаров непосредственных участников Второй мировой войны, много работ. То есть сейчас, конечно, о них уже забыли. Кроме того, эти книги, они в основном связаны с тем, что Павел Павлович Муратов как бы соотносил свой опыт Первой мировой войны и он перекладывал его на события Второй мировой войны. Кроме того, эти книги ругают за то, что многие названия, которые там использованы, там проведена просто транслитерация российских названий, русских названий и не использованы те названия, которые были приняты для английского мира, для английского языка. Поэтому сейчас, конечно, боюсь, что их просто уже забыли и вряд ли они уже актуальны. Просто такое маленькое дополнение. Для историков такие вещи вполне ценны. Да, вот нам сообщают, что они даже доступны еще в интернете. Но тогда это была часть в том числе и информационной войны, фона войны, чтобы дать английскому читателю хотя бы какие-то знания о том, что происходит, где, как это выглядит. Это как и в Первую мировую войну, так и во Вторую. Такого рода информационное обеспечение было очень важно. Если у слушателей больше, как я понимаю, нет вопросов или, может быть, замечаний, соображений, в принципе, у нас вполне, конечно, и такое... Вот Ольга Фуксен пишет, что хочет. Вот Ольга Фуксен, а ты мне... Да, пожалуйста. Да, добрый день. Я не историк и не искусствовед. Хочу добавить два слова. Я подруга Ксения Михайловна Муратова из детства. До самого конца. И все, что я знаю, знаю от нее. Значит, что я знаю? Она была здесь, мы живем под Нью-Йорком. Она была у нас и гостила у нас и работала в Колумбийском архиве. В Колумбийском архиве она обнаружила коробки с письмами Павла Муратова. Это письма Павла Муратова, переписка с Зайцевым и так далее. Она была страшно взволнована всем этим. Работала две или три недели в архиве каждый день и мечтала, конечно, разобрать эти архивы, потому что про них никто ничего не писал. Это первое, что я хотела сказать. А второе, семья Муратова была военная семья. И дед ее был комендантом Севастополя. Отец ее был очень известным геологом, но он тоже интересовался. И Павел Муратов, как вы знаете, просто имел военное образование. Во время войны он вел передачи на BBC, вот если кто-то не знал, регулярные передачи на русском языке Павла Муратова о ходе войны с картами, с описаниями. И Ксения Михайловна контактировала с BBC и пыталась поднять все эти архивы. Среди прочих архивов она пыталась их получить у сына Павла Муратова, о котором никто не упоминает, а он жив. Да. Гавриил, Гавриил Муратов. Да, совершенно верно. Кроме того, у нее безусловно было очень много нового, еще не опубликованного. И в ее последний приезд с нами она как раз рассказывала о своих планах, планах. Один из планов был почти реализован. Она с каким-то французским издателем, к сожалению, не знаю имя, планировала издать серию книжек Павла Муратова. Маленьких книжечек, каждая посвящена какой-то теме. И одна из этих тем была, конечно, были его передачи на BBC. И вот таких вещей кто-то здесь упомянул, что пропал архив Азин. Он еще не пропал. Вот здесь присутствует Рита Джулиани, который председатель общества Муратовых. И мы, конечно, очень всех приглашаем помочь этому обществу, потому что это легально. Сегодня официальное место, зарегистрированное в Италии. и любая помощь и архивная, и денежная будет очень желательно. Поэтому вот на сегодняшний день архивы еще не пропали Ксении Михайловны. Просто они, вероятно, находятся в квартире ее парижской, которая еще не открыта. Неважно, я не хочу тратить ваше время на детали, но еще надежда, что эти архивы будут открыты. Ксения Михайловна по своей природе была, конечно, искусствовед и историк, и обожала, и сохраняла все, что только можно. От какого-нибудь листика, найденного на берегу моря, до записки, Муратова кому-то написанный. Поэтому архивы там огромные. Там чемоданы, ящики, и это еще не пропало. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Рита Джулиани. Можно? Очень коротко. Спасибо за эту возможность. Мне хотелось вам показать итальянское издание образов Италии. Вошел и первый том, и несколько дней тому назад вышел и второй том. и пока эта книга, конечно, разумеется, получила очень высокие оценки. Но теперь мы готовим сборник с материалами третьих муратовских чтений, которые проводились в Неаполе четыре года тому назад, и будет часть посвящена памяти Ксении Михайловны. Сборник будет на разных языках, потому что там есть стати на русском, на английском, на итальянском, на французском и даже на немецком. И мы, как общество Муратова, стараемся продолжать жить, потому что это Ксена Михайловна основала это общество. Но, конечно, как вы можете понять, есть экономические проблемы, чтобы продвинуть все. И, конечно, нас глубоко огорчает судьба семейного архива Муратовых, потому что у Ксении Михайловны остались бумаги не только родителей, но и бумаги, которые относились к Муратову. И теперь завершание блокировано. И неизвестно, что происходит, и неизвестно, что будет с этим завершанием и с архивными материалами, с библиотекой, с рукописями, которые там находились. И мы старались понять и официально узнать, попросить информацию, но это мы не получили ответа, и это, конечно, нас тревожит. Это длительное молчание. Спасибо. Спасибо. То есть история архивов под угрозой, она продолжается. да, да. А разрешите один вопрос. Вот этот портрет, который публиковала Ксения Михайловна Муратова, портрет Касовской работы, ну, Яковлева, сразу видно, что Яковлева, это вот ее, это, наверное, из ее собрания или нет? Я точно не знаю, но, наверное, она опубликовала свои вещи. И не знаю, знаете ли вы каталог первой русской выставки. Нет. Там есть две страницы, где есть список архивов, где находятся материалы Муратова. И это уже, как мы знали от вас и вам очень благодарны, это не полный список архивов. Значит, не повезло ни Муратову в жизни, ни Муратову после смерти с архивом, к сожалению. Я думаю, что если у кого-то еще после сегодняшнего разговора будут вопросы, можно написать на почту Андрея Александровича, то есть хотя бы на ту официальную почту, которая есть на его странице в университете, да, и можно дать, я не знаю, в чат тоже, но просто чат исчезает быстро, а личная страница Андрея Александровича есть служебная, да, которая hse.ru в конце, вот, я думаю, что возможно, если у кого-то, так сказать, будут соображения, то вот, милости просим, ну, или через меня, фейсбук и так далее, как я понимаю, у нас сегодня разговор людей из разных стран, да, и даже, возможно, континентов, связанных интересом к судьбе Муратова и его наследия, да, если больше нет, как я вижу, вопросов, да, и замечаний, соображений, очень здорово вас было видеть.